Всем привет! Меня зовут Димфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. С Новым Годом, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви. Пусть вас окружают только добрые люди. И, конечно же, всем нам творческого вдохновения. Я очень надеюсь, что этот год мы с вами проведем очень плодотворно. По крайней мере, у меня такой настрой. А у вас? Сегодня я вам хочу показать свое новое вязаное творение, которое создала еще месяц назад. Я хотела сделать вам на Новый Год сюрприз. Хотела, чтобы была готова игрушка и готовый видеомастер-класс. Отсняла даже две части этого видео МК. Но, к сожалению, у меня не получилось по состоянию здоровья моего сынульки и по состоянию моего здоровья. С сентября месяца мы сынулькой болели. Это у нас была такая тяжелая адаптация к садику. Но так мы ее и не прошли, к сожалению. Как я уже до этого сообщала, с сентября месяца у меня сынулька пошел в садик на целый день. В частный. Очень хороший садик с трансфером, который приезжает домой, забирает деток, отвозит в садик. И вечером привозит домой. Очень хороший директор этого садика, очень хорошие учителя и хорошее образование, развитие дают детям в этом садике. У меня сынулька ходил в группу шестилеток. Это подготовка к школе. В этом году у меня сынулька пойдет в школу. В этом плане садиком я очень полностью довольна. Но, к сожалению, сынулька постоянно приносил какие-то болячки, какие-то инфекции с этого садика. И за эти 4 месяца сынулька принял уже 4 разных вида антибиотиков. Это очень много. Для восстановления организма после принятия антибиотиков нужно целых полгода. А после 4 антибиотиков, я не знаю, наверное, и весь год нужен. Я даже делала перерыв. У меня сынулька весь месяц ноябрь не ходил в садик. Я его дома отхаживала, выхаживала, откабливала. Потому что из-за всех этих болячек он у меня потерял бедненький вес. Если плохо ночью спал, потому что очень сильно забивался у него носик, аденоиды увеличились из-за всяких этих бактерий, инфекций. Короче, чего мы только не пережили. Месяц ноябрь сделали перерыв. Он не ходил в садик. А в декабре решили еще раз попробовать. Пошел и все началось у нас по новой. Дошло даже до скорой. И 4 антибиотики мы приняли в декабре. И после этого я уже сказала, все, стоп. Какой бы ни был замечательный садик, какое там бы не давали хорошее образование, но здоровье сынульки главнее. Поэтому сынульку я буду сама подготавливать к школе. Надеюсь, у меня это получится. Сегодня вечером с садика нам привезут все книжки, тетрадки, которые мы оплатили на год вперед. Вот, это нам все привезут. И по вот этим вот всем учебникам я сама буду сынульку подготавливать в школе. Вот, надеюсь, мы справимся. Слава богу, сейчас уже все хорошо. Хотя, вы знаете, вот 4 антибиотики очень даже помогли. Теперь уже сынулька не храпит ночью. И, видимо, аденоид уже уменьшился. Потому что храп был жуткий. Он как мужчина храпел. И, естественно, кислород мало поступал в организм моего ребенка. И он был вялый, раздражительный. Вообще был никакой. А сейчас, чтобы не сглазить, все в порядке. И щечки уже появились у моего сынульки. И розовенькие, и активненькие, веселенькие, довольненькие. Все. Как говорят в Турции, чтобы не сглазить, маша-лах. Пусть вот так и будет все. Мне будет спокойнее, когда он будет рядышком со мной. Ну и, конечно, ребенку нужно быть в садике. Нужно быть в школе. Чтобы социальная адаптация тоже это все должно быть. Но, к сожалению, не получилось. У нас не получилось. Вот еще завтра мы поедем к доктору. Она пропишет нам что-то еще такого для поддержания иммунитета. Хотя витамины мы уже тоже пили. Я не знаю, что нам в этот раз доктор пропишет. Вот, надеюсь, это еще поможет. И до школы пусть он будет лучше дома. Ну ладно, что-то я тут заболталась, разболталась. Ну, просто хотелось с вами поделиться. И давайте же теперь я же покажу вам, что же я связала. За месяц, конечно, мне эта игрушка уже не кажется для меня такой новенькой. Она уже немножечко как бы замазолила глаза. Поэтому я уже сомневаюсь, красивая ли игрушка получилась или нет. Вот, надеюсь на ваши положительные отзывы. Итак, представляю вам мое новое творение. Зайка-лапочка. У меня уже есть на моем канале видео мастер-класс по зайкам. Одна зайка-лапка, лакомка. Вторая зайка-чим. И вот третья вот такая вот зайка у меня получилась. И назвала я ее лапочка. С таким пушистым хвостиком, двуцветными ушками. Вот, и как видите, да, вот готовилась я сделать вам сюрприз на Новый год. Поэтому вязала в новогодней такой расцветочке. Вот, ну ничего, лучше поздно, чем никогда, как говорится. В длину такой зайка получается 29 сантиметров. Ну и ушки тоже получается в полный рост. Детальки, ножки, ручки, ушки вязаны по ходу вязания. Пришивной только хвостик. Расход пряжи основного цвета, белого, у меня ушло чуть больше мотка Гималая Долфин Бэби. Грубо говоря, ушло где-то полтора моточка Гималая Долфин Бэби. И немного красного. Глазки я использовала блестящие на безопасном креплении. Размер 14 миллиметров. Носик вышивной. Хотя можно и готовый носик тоже использовать. Вот, вот такой у него смешной пупик есть. И сейчас я вам покажу, какого я начала вязать второго зайку. Как я вам уже говорила, две части видеомастер-класса по данному зайки уже отсняты. Нужно их только смонтировать и загрузить на канал. Вот. Вот в таком цвете будет второй зайка. Мне кажется, получится такой нежненький-нежненький. Цвет вот этот основной кофе с молоком. Под номером 80342, кому интересно. Вот такая зайка-лапочка у меня получилась. Я очень надеюсь, что вам данная игрушка понравилась. Если да, то ставьте лайк под этим видео и пишите свои комментарии. А я пока буду заниматься монтированием двух частей видео-мастер-класса по данной игрушке. И, конечно же, продолжу видеосъемку двух остальных частей. Всем спасибо большое за просмотр моих видео. Спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!